всем большой привет ребята на связи алина и онлайн школа умску я готовлю к егэ по географии уже седьмой год и за это время я выпустила 95 табальников помимо вконтакте и youtube а я очень активно веду свой открытый телеграм-канал который называется географ и глобус там очень много бесплатной полезной информации для подготовки к экзамену по географии например перейдя туда закрепленном сообщении вы можете найти большое количество полезных файлов один из них этот файл со всеми типами заданий первой части в таком формате они не собраны ни в одном сборнике поэтому обязательно переходите забирайте и скачивайте ссылочку можно найти в описании к этому видео либо найти его через поиск или перейти по qr кодов на этом слайде но в этом уроке я хочу быстренько с вами поговорить вообще про то что произошло в конце августа вышли официальные документы теперь это демоверсия спецификации и кодификатор и хочу поговорить о том что важно знать именно вам как людям которые готовят к егэ по географии первое это конечно же вот понимание этих двух документов это демоверсия и кодификатор спецификации больше я думаю полезно все преподаватели в демоверсии изменений нет то есть варианты будут выглядеть так как выглядел экзамен прошлого года но очень важно обратить внимание на кодификатор что важно о нем знать особенно если вы готовитесь самостоятельно тут есть очень такие важные аспекты на которые нужно обратить внимание иначе этот кодификатор может привести вас к потере баллов на экзамене потому что часто я знаю по многим предметам кодификатор фипи он реально отражает то что будет на экзамене ну например там не знаю по обществознанию или может быть по истории или может быть по литературе у нас есть определенные нюансы связанные с кодификатором я хочу вам их показать чтобы вы не попались на ловушке и не потеряли на них баллы в общем и целом все эти файлы вы можете найти на сайте фипи вот здесь я показываю две странички всего из кодификатора то есть это вот как раз таки перечень тем и разделов которые будут на экзамене первый раздел называется достаточно сложно и не очень понятно это география в современном мире второй раздел это географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы здесь объединена физическая география с экологией третий раздел это население мира важная тема до география 10 11 класса блок по мировому хозяйству блок регионы и страны мира это вот как раз таки все география 10 11 класса место россии в современном мире очень так зашифровали на самом деле блок который связан с географии россии просто напросто и вот кстати говоря я сейчас вижу что здесь например визуальным вас это тоже может ввести в заблуждение например мировое хозяйство выглядит вот так да а география россии выглядит вот так кажется что география россии это более маленький раздел чем мировое хозяйство на самом деле это не так потому что география россии в школьник я в школьной программе изучается целых два года а мировое хозяйство это часть 10 класса то есть география россии вот этот раздел это самый большой раздел в географии именно на этот раздел больше всего заданий встречается и в первой и во второй части и есть еще один раздел это глобальные проблемы человечества которые конечно это не только экологические в том числе и геополитические и социальные экономические и вот этот блок на мой взгляд более как бы выгодные более просто разбирать вместе с экологией которая есть внутри второго раздела потому что опять же эти проблемы рассматривают с фокусом на экологические проблемы на глобальные экологические проблемы именно поэтому мне кажется логичных разбирать вместе вот этот блок за счет объединения физической географии и экологии тоже достаточно большой но здесь есть очень важный нюанс многие ребята при подготовке к егэ опять же идут четко по тому как темы расписаны распределены последовательно по кодификатору так географии делать не нужно то есть да можно начать тема географии в современном мире что вообще это такое что здесь понимается но вот на самом деле тут первый перечень он опять же про географию про устойчивое развитие это все еще есть и вот здесь это источники географической информации то есть да в принципе с этого раздела начинать подготовку можно дальше идет физическая география это как бы природа земли вот именно географическая среда а вот взаимодействие общества и природы разбирать сразу после физической географии не очень правильно и не очень на самом деле логично потому что про взаимодействие человека мы еще ничего не знаем мы еще не проходили например хозяйство мы не знаем вообще из чего состоит промышленность то есть то что связано с экологией всегда лучше проходить после соответственно физической географии то есть сначала что-нибудь вот всю физическую географию потом какое-то хозяйство потом уже экология население мира мировое хозяйство тут расписаны хорошо регионы и страны мира тоже в порядке россия да здесь тоже есть определенные нюансы например здесь нет целого года школьной географии который связан с природой россии здесь есть просто фраза природный ресурсный потенциал да и в этой фразе кроется на самом деле огромное количество заданий и если не знать что это природа россии тут нужно изучать и геологии геологическую составляющую рельеф природу да то есть ой природу климат то что связаны с водными ресурсами то есть это поверхностные подземные воды это конечно же природные зоны почвенный покров то есть тут очень много таких тем которые отдельно встречаются в экзамене есть еще интересный нюанс например вот здесь том что нет тема земля как планета которая обычно начинался этот раздел и тема земля как планета она ты из его не пропала вот это что наиболее примечательно она есть и она нужна для решения задания номер три например и неплохо знать теорию по этой теме для решения двубального задания второй части задание номер 28 и поэтому я создала вот такой вот альтернативный кодификатор в котором прописала понятные названия соответственно но на нет название разделов я оставила именно так как они даны в кодификаторе чтобы вы могли ориентироваться здесь я прописала темы по каждому разделу что здесь важно на что тут важно обратить внимание этот кодификатор вы можете найти у меня в телеграм-канале то есть вот как раз таки первый раздел до работы с карты географические координаты каких заданиях это есть способы картографического изображения какие-то задания работа со статистикой какие-то задания по моему намного более понятно намного более нагляднее чем это было до географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы здесь я тоже подробно раскрываю каждую тему на под темы видите земля как планета литосфера гидросфера атмосфера дальше пойдет биосфера географическая оболочка природа материков и природа океанов здесь же мы начинаем говорить но поскольку именно в фипишном кодификаторе это лежит здесь мы говорим с вами про экологию основы экологии это классификация природных и энергетических ресурсов ресурсообеспеченность рациональной нерациональной природы пользования и вот дальше более глубокие темы которые встречаются во второй части влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду про промышленность твердые коммунальные отходы влияние сельского хозяйства влияние транспорта про альтернативную энергетику опасные природные явления и особо охраняемых природные территории раздел на население мира в принципе кодификаторе прописан достаточно подробно но здесь просто вот видите все удобно так можно галочки ставить скачивать рекомендую это сделать мировое хозяйство тоже все подробно и досконально прописано и вот то что нужно нам по регионам и странам мира шестой раздел который в фипишном кодификаторе выглядит несколько скромно неправдиво скромно я бы сказала так это же прописала подробно вот они особенности географического положения россии природа россии население россии хозяйство районирование тоже очень большая серьезная тема и глобальные проблемы человечества то есть целом что это такое даже можно поговорить об устойчивом развитии хотя его по кодификатору отметили что его не будет и глобальные экологические проблемы которые стоит знать подробно потому что по ним есть вторая часть это в том числе и задание номер 29 вот весь этот перечень вы можете перейти ко мне в телеграм-канал и скачать его для того чтобы ну соответственно готовиться по актуальному сборнику тем он просто напросто удобнее понять не о чем фипишный кодификатор и там не пропущены темы которых но объективным кодификаторе нет в егэ они есть еще один популярный вопрос кстати говоря какие дополнительные материалы можно брать на егэ можно ли брать линейки транспортира все достаточно однозначно можно использовать прилагаемые справочные материалы это две карты и две таблицы и непрограммируемый калькулятор есть интересная история в том году уже было так потому что у нас убрали задание на работу с линейкой на работу с транспортиром хотя линейка была бы неплохо если она была бы для решения задания номер один и из-за того что егэ по географии то не очень популярный экзамен у меня есть теория в том что вот именно инструкция по проведению экзамена никто не актуализировали в том году не распечатали новую а читали просто по старой где еще можно было брать линейки транспортира хотя по сути это нарушение как бы формат проведения экзамена поэтому кто-то брал линейку ему разрешали но при этом не кажется по камеру могли бы увидеть и сказать что он пользуется тем чем нельзя в общем такой очень рискованный момент и вот еще рискованный момент с тем что теперь забывают прикладывать уже который год подряд второй год подряд к варианту карты и таблицы которые не сразу выдают на экзамене кому-то вообще не выдают в этом году ставим задачу с этим побороться вот такая интересная ситуация обязательно переходите ко мне в телеграм-канал скачивать кодификатор готовьтесь к географии skype всем большое спасибо ребята с вами была алина и онлайн школа умскол до встречи на занятиях всем пока пока